Друзья, день добрый! Тема видео Сушильная машина не греет, которая стоит у вас дома Причин может быть много Я постараюсь рассказать обо всех Основных причинах есть, естественно, куча маленьких Но мы пройдемся вкратце По основным причинам, чтобы вы могли сами понять Вообще в чем проблема и по возможности Сами отремонтировать Либо, говоря в простонародье, починить Хотя слово не совсем правильное Прежде всего вам нужно разобраться и понять Я думаю, что вы знаете Какой тип у вас машинка Она из прямого нагрева и есть с тепловым Насосом, давайте сначала те, что попроще Потом те, что посложнее Если она у вас прямого нагрева То есть ее мощность приблизительно у вас От 2200 ватт до Фактически 3 киловатт Я говорю о европейских сборках Напряжением 220-240 вольт Хотя сам я нахожусь в Канаде Здесь 110 вольт, сушильные машинки немножко другие Но поговорим, естественно, про европейские Что у вас может быть? То есть она может либо не сушить И не греть, либо плохо сушить И плохо греть, и долго это делать Какие могут быть причины? Если она у вас вообще не сушит То вероятнее всего Нам есть несколько основных причин Первая Она не видит белье Сушильные машины большого объема Там 10, 8, 12 килограмм Если они не видят белье мокрое Они могут не включать режим сушки Поэтому если вы сушите 1,5 килограмма Вашего белья То вам нужно просто попробовать режим Сушка по времени И если она даже в этом режиме Она у вас не запустилась То уже как бы это могут быть только механические проблемы Потому что сушка по времени Запускает сушку всегда Она будет ее греть И отключать только по верхнему пределу Температуры, которая есть Поэтому если она у вас не работает Значит это механическая проблема Какая она может быть? Первый у вас сгорел ТЭН Второй датчик температуры Температурный предохранитель Который у вас есть сзади Он тоже у вас накрылся Для этого нужно будет Разобрать сзади сушильную машинку И посмотреть термофьюз То есть термический предохранитель Который сгорел Просто так он никогда не сгорает Чаще всего у вас что-то где-то забито И недостаточный проток воздуха был Из-за этого он сгорает То есть замена предохранителя не решает проблему Вам нужно чистить вашу сушку Это раз Второй у вас сгорел нагревательный элемент Нагревательный элемент у вас Слушайте здесь мошки Нагревательный элемент Если у вас сгорел Естественно только заново Если вашей машинке до 5 лет он сгорел Это опять же у вас какие-то проблемы С протоком воздуха Если 5, 7, 8, 10 лет И сгорел ваш нагревательный элемент Меняйте его смело Я думаю что вероятнее всего Никаких проблем у вас с этим нет Третье Смотрите термический предохранитель Он идет в большинстве сушек Которые идут европейские сборки Сегодня под Европу Сзади вместе с ТЭНом Он идет последовательно Такая маленькая таблеточка И она идет последовательно ТЭНу Ее нужно прозвонить Она должна звониться в короткое замыкание А сам ТЭН ваш должен там звониться Предположим там в 15, 20, 25 Ом Вот Если она у вас плохо сушит Или долго сушит Опять же у вас забит воздуховод Либо датчик температуры Который у вас тоже есть Кстати возле ТЭНа Он 75 кОмный По определению обычно называется 75К У вас два температурных датчика Вероятнее всего Почему я говорю вероятнее всего Потому что очень много моделей Я не могу рассказать про все Но я рассказываю про 80-90% моделей Которые есть на рынке Так вот Сзади у вас стоит 75 кОмный датчик Спереди 10 кОмный Вот Я не буду сейчас рассказывать Как это проверять Потому что это уже делает мастер Это немножко как бы сложновато И долго Но они могут не работать Это если она неправильно сушит И второе Забит вас Ваш конденсатосборник Он есть встроенный Есть который вынимается Есть который вынимается Вы его можете промыть горячей водой В крайнем случае Даже попытаться поставить в посудомойку Если это не поможет Нужно взять жидкий крот И без фанатизма Может быть даже немножко развести Выйти на улицу И продеть этим кротом Ваш теплообменник Если он забился полностью напрочь Остатками ткани Вот Это основные причины Что у вас может быть Повторюсь Если она у вас не сушит Вообще не включает нагрев А вы кидаете маленькое количество белья Просто запустите ее сушка по времени И проверьте Греет не греет Если греет Значит хорошо Если не греет Значит механическая проблема Либо температурный предохранитель Либо у вас сгорел тен Если она у вас долго греет У вас вероятнее всего Забился воздуховод Где Вариантов может быть очень куча У меня есть видео на канале Где я в миле потратил 8 часов Чтобы найти то место Где она была забита Разобрал всю машинку В итоге нашел маленький канал Который Спускал воду Он нормально не работал И из-за этого были сложности Какая еще какая проблема Какой есть глюк Бывает такое Что вы сушите У вас все внутри влажное Такое влажное Влажное Вроде как бы она греет Все горячее Влажное А она у вас не сушит Друзья У вас забился не воздуховод У вас забился слив конденсата Ищите то место Где он забился Переходим ко вторым машинкам Это с тепловым насосом Вот здесь вот все Может быть гораздо сложнее Чаще всего Это просто так не проходит Потому что машинки с тепловым насосом Такой же принцип Сушку по времени включается Если она сушит Но смотрите Если сушки прямого нагрева С ТЭНом ТЭН Тепловой Электронагреватель А вы ощущаете это сразу То температура Внутри сушильной камеры Машин с тепловым насосом С компрессором По сути Это холодильник наоборот Будет где-то градусов 50 55 Может быть 60 Нет 60 Нет Даже скорее к 45 Особенно если она энергоэффективна То есть оно будет тепленькое Но буквально чуть-чуть Самую малость Чуть-чуть выше Вашей температуры тела Поэтому определить это сложно Нужно ее запустить по времени Хотя бы минут на 7-8 И в принципе вы услышите Запустится ваш компрессор Или не запустится Если он вообще не запускает Она не греет Это проблема В режиме я имею в виду Сушка по времени Почему это значит Какая-то механическая проблема И здесь у вас нет температурных предохранителей Либо вещей Которые вы можете исправить сами На самом деле здесь все уже гораздо сложнее Это может быть от сгоревшего компрессора Что вряд ли Это 5% Заканчивая пусковым реле Заканчивая кучей остальными вариантами Которые могут быть Знаете, я еще сталкивался с тем Что на компрессорах есть еще тепловые реле И несколько раз они сгорали Из-за того, что сгорал вентилятор обдува компрессора Обычно, если вы обычно В большинстве сушек, которые вы есть С правой стороны у вас есть вентилятор Такой маленький Он закрыт пластиком Он обдувает компрессорную часть Потому что компрессор Он кушает от 250 до 500 Вт В зависимости от модели сушки Плюс мотор То есть это отделение греется И если этот вентилятор накрывается Либо останавливается Сушка выбивает по температурному перегреву Иногда это не температурный перегрев То есть иногда бывают, знаете, варианты Она сушит минут 10-15 Потом останавливается и перестает сушить Вот это как раз вероятнее всего У вас этот вентилятор не работает Там есть датчик температуры Он показывает перегрев компрессора Сушка ваша не работает И другой вариант Если она у вас сушит Но сушит долго и плохо Вот тогда у вас вероятнее всего Опять же забит теплообменник Если она у вас с тепловым насосом То теплообменник у вас встроенный И это вызывает ряд проблем Почему? Потому что чтобы до него добраться И его почистить Ну, это проблема Во многих сушках Например, в бошевских сушках Это реальная проблема То есть в некоторых случаях приходится Даже выпиливать куски пластика Есть такие модели, очень неудачные Они, я их называю, одноразовые Вот У меня тоже есть видео на канале Называется одноразовая сушка Бош Там нужно выпиливать И потом обратно заклеивать, чтобы его почистить Вот такая сложность Как прочистить, получить к нему доступ Всеми возможными способами И, знаете, очень часто используют такое устройство Если я не забуду, я покажу картинку Это подача пара То есть устройство, которое подают мощный пар Они там мощностью 2-3 киловатта Набираете воду, нажимаете кнопку И он горячим паром это все продувает Вот такая штука, если у вас есть Знаете, иногда она используется для отпаривания одежды То есть такой вертикальный утюг Вот Им можно попытаться это дело как-то продуть Либо чем-то водой продувать Горячей водой промывать Щеточками и всем остальным Кротом я туда не рекомендую вам залазить Почему? Потому что у вас это потом течет Течет все в конденсатосборник, в пластик Там есть потом насос, трубки и все остальное Вот не рекомендую это делать То есть каким-то образом вам придется чистить его Если он у вас очень глубоко забился Не делайте никогда это иголкой или чем-то еще Только мягкими щетками Почему? Иголкой он алюминиевый Вы можете пробить ваш теплообменник У вас газ вытечет, вы попадете на очень большие деньги На ремонт Либо возможно вам придется купить вообще новую сушку Поэтому, друзья, я надеюсь, что это видео было вам полезным Я был максимально краткий и информативный в этом вопросе Есть еще куча других вариантов, почему это может быть Но это будет тема отдельного видео Все, спасибо вам Божьих благословений Надеюсь, я вам помог Всего хорошего, пока!